ВОЛЖИЕ В КФУ Состоялось заседание Попечительского совета Казанского федерального университета под председательством президента республики Татарстан Рустама Миниханова. Подробный сюжет об этом ты узнаешь в нашем следующем выпуске. А мы продолжаем. КФУ посетил профессор университета Висконсин Мэдисон, и ему есть, что обсудить с нашими будущими историками. Встреча вызвала огромный интерес у многих. О ее подробностях далее. В КФУ прошла лекция профессора университета Висконсина Мэдисона, которую посетили не только студенты Института международных отношений и востоковедения КФУ, но и профессорский преподавательский состав. Прошедшая встреча с зарубежным специалистом стала новым источником актуальной информации, касающейся истории. В частности, тема лекции, которую он провел полностью на татарском языке, коснулась истории родного языка, золотой орды, литературы и истории ислама. О новых деталях разговора знали далеко немногие, и, как выяснилось, неспроста. У профессора есть собственные теории по многим направлениям, с которыми он работает долгие годы. Именно ими профессор с удовольствием поделился со всеми присутствующими. Свой неподдельный интерес и знания он готов передать молодым специалистам, студентам Казанского университета. Один из многих предметов, с которыми я интересуюсь, это история эпидемии в Евразии. История чумы, начиная с VI столетия, и потом в средневековье, начиная с XIV, и даже в XIX столетии есть. Это отдельный предмет, и для этого надо генетика, биология, история, археология. И для нового поколения, я думаю, что надо познакомиться с всем этим. Как сделать российские вузы привлекательнее для иностранных абитуриентов? Как их адаптировать к жизни вдали от дома? Эти и многие другие вопросы обсуждают в эти дни в Казанском федеральном. КФУ принимает заключительный образовательный семинар в рамках проекта 5.100. Мало кто знает, но проект 5.100, кроме бесконечных совещаний, защиты дорожных карт и роста научных публикаций, включает в себя обширную образовательную программу. В ее рамках проходят многочисленные семинары, посвященные многим аспектам жизни университетов. На них представители вузов не только учатся отвечать на новые вызовы, но и делятся друг с другом опытом. Заключительный семинар не стал исключением. Проблема привлечения иностранных абитуриентов волнует всех без исключения. И у каждого свой взгляд на ее решение. Хорошо работают программы обмена иностранными студентами. То есть, возможно, какие-то изначально студенты могут посетить летние курсы по изучению русского языка. И в дальнейшем, если они заинтересуются действительно в освоении какой-то новой специальности, можно уже завлекать и на академическое обучение. У нас в нашем вузе выделяются квоты на бесплатное образование для иностранных граждан. Это хорошее общежитие, естественно, что немаловажно. Потом наш вуз находится в самом центре города. И вокруг очень много достаточно мест, где можно достопримечательности посмотреть, развлечь для студентов. Я думаю, это очень важно. Я считаю, что это популяризация российского образования и в первую очередь популяризация русского языка, русской культуры. Я считаю, что это очень важно в мире. Каким будет телевидение будущего? Будет ли оно отличаться от того, к чему мы с вами привыкли? Или это будет нечто новое, революционное? Ответы на эти вопросы пытаются найти в Казанском федеральном участники международной конференции «Современное телевидение междунациональным и глобальным». Еще в начале 2000-х, когда бурное развитие интернета поразило всех и вся, эксперты в один голос предвещали скорую гибель традиционным СМИ, в том числе и телевидению. Однако голубой экран и по сей день прекрасно себя чувствует и даже не думает уходить на покой. Напротив, на горизонте уже маячит новая эра телевидения. И немалый вклад в ее скорейшее приближение могут внести университеты. «Надо понимать, что многие вещи стратегического характера, вещи, связанные с развитием стратегии, в данном случае телевизионного рынка, они не могут быть решены только в рамках действующих телекомпаний и телепроизводителей. И вот здесь высшая школа совместно с нашими партнерами из федеральных вузов, федеральных, я имею в виду, столичных вузов, московских вузов, могут быть той самой опорой и той самой площадкой, которая это будет предоставлять. Этим будет вооружать те, кто производит сегодня контент и кто его распространяет всеми доступными и востребованными путями». А вот какой будет новая эра телевидения, ученые не спешат делать прогнозы. Очевидно лишь то, что это будет что-то принципиально новое и революционное. «Телевизор сегодня человеку нужен не для того, чтобы наблюдать за повседневной реальностью, а для того, чтобы жить внутри нее. Он хочет эффект присутствия. И вот эти новые сервисы, ВСЕР, в которые инвестируется в том числе тот же Цукерберг, то есть вот эти виртуальные реальности, очки, шлемы и все остальное, это трудно. Потому что вот оно будущее на самом деле телевидение». Сбуются или нет прогнозы ученых, покажет время. Но уже очевидно, что телевидение прежним точно не останется. Александр Александров, Руслан Розаев, Универньюз. А сейчас самые интересные, яркие и неожиданные новости в нашей постоянной рубрике Вебньюз. Космодром Восточный Юридический факультет КФУ провел творческий вечер для студентов и преподавателей, на котором стихотворение собственного сочинения читал Железнов Борис Леонидович. Железнов Борис Леонидович – профессор, доктор юридических наук, академик Российской академии наук, заслуженный юрист Республики Татарстан, заслуженный профессор Казанского университета. В майские праздники в Казани работа муниципальных парковок, расположенных на автомобильных дорогах, общего пользования местного значения будет осуществляться в бесплатном режиме. В Елабужском институте КФУ второй месяц проходят занятия по подготовке проводников пассажирского вагона. Более 80 студентов УЗА собираются работать летом проводниками на российских железных дорогах. Зарплата зависит от выработанных часов. Студент за месяц может получить зарплату более 20 тысяч рублей. Фестиваль болельщиков ФИФА во время Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет на площади перед центром семьи Казан. Вместимость площадки составляет 30 тысяч человек. Казань готовится к празднованию Дня Победы. Будут организованы праздники в микрорайонах, школах, на предприятиях, парках и скверах. Основные действия 9 мая пройдут на площади Свободы в Парке Победы и возле стадиона Казань-Арена. Ждут казанцев и на торжественной акции «Бессмертный полк». Общий сбор назначен в 14.00 перед НКЦ «Казань». Маршрут пройдет до площади 1 мая. А вы знаете, что такое цветная революция? Нет? А вот студенты КФУ, побывавшие на лекции профессора из МГУ Андрея Манойла, знают обо всех тонкостях этого явления. Подробнее узнаешь далее. В гостях Казанского федерального университета побывал профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Викторович Манойла. Он выступил перед студентами с лекцией о цветных революциях. Что груза цветных революций сегодня является одной из наиболее острой и для современной России, и для многих стран мира, которые постоянно находятся под прицелом политтехнологов, специалистов по организации цветных протестов. Особенно важно то, что эти знания я буду давать студентам, которые завтра или послезавтра подрастут, окончат университет, выйдут во взрослую жизнь, и именно в их руках будет будущее нашей страны. Студенты с большим вниманием слушали профессора. Он смог простым языком рассказать о сложном, а самое главное – о важном. Если вы думаете, что ваши бабушки и дедушки не шарят в компьютере и не юзают просторы интернета, то вы сильно ошибаетесь. Уже 2800 пенсионеров Татарстана вооружились компьютерными мышками и штурмят компьютеры и ноутбуки внуков. Об этом далее. Очень важно в мире современных информационных технологий, которые так активно развиваются, мы должны идти в ногу со временем. Мы современные пенсионеры и хотим, чтобы мы соответствовали нашим детям, нашим внукам, на одном языке разговаривали, на одном языке общались. С таким девизом современные пенсионеры интенсивно осваивают компьютерные технологии. И настроены они серьезно. Уже пять лет в Ателицея КФУ проводится ежегодный республиканский конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Множество желающих получить знания, пользованием интернетом и новыми технологиями находятся не только со столицы Татарстана, но и сел и городов всей республики. В свое время такой возможности не было раньше. Мы считали на щитах деревянных, такой возможности не было. Да, сейчас появилась такая возможность. Очень активно включились наши пенсионеры, которые ушли на заслуженный отдых уже и хотят все научиться компьютерной грамотности. На конкурсе по компьютерному многоборью «Компьютерленд» оценивается качество обучения учащихся пожилого возраста, которые прошли курс компьютерной грамотности в университетах третьего возраста. Здесь их обучают работе на базовых компьютерных программах Paint, Excel, Word и, конечно, специальным программам Госуслуг. Все это позволяет облегчить жизнь пенсионерам и совершать операцию оплаты, не выходя из дома. Задания, в принципе, для наших лицеистов довольно простые, конечно, которые они будут не два часа выполнять, а минут пять, наверное. Но, с другой стороны, это здорово, когда люди уже пенсионного возраста занимаются компьютером. И задания серьезные для человека, который не подготовлен к работе с порталом Госуслуг, с электронной почтой, с Word, с презентациями. Я уверен, что это очень нужно, и у меня в планах тоже научить лично свою бабушку, чтобы она разбиралась в компьютере, потому что жизнь – это движение, и как только ты останавливаешься, перестаешь учиться и делать что-то, я думаю, что жизнь заканчивается. По итогам конкурса, как говорится, самые продвинутые будут участвовать во всероссийском конкурсе, представляя современных пенсионеров Татарстана. Анастасия Иванова, Ленардо Валидьяров, Универ Ньюс. В КФУ уже подвели итоги конкурсов и акций, проводимых в честь 130-летия со дня рождения Габдулы Тукая. Однако памятные мероприятия на этом не заканчиваются. О выставке, вдохновленной творчеством великого певца татарского народа, расскажет Диана Авакян. Диана Авакян Здесь повествуется о том, что река пробилась сквозь скалу в форме коня. И вот как раз-таки я изобразила этот момент. Экспонаты выставки отражают многочисленные ремесла, которыми студенты могут овладеть в стенах института. К примеру, ребята с удовольствием осваивают узорную кожаную мозаику – древнейший промысел татар. Здесь представлен мебельный комплект техники узорной кожаной мозаики даутовой динары. Уголовные уборы экспериментальные, эксклюзивная тоже коллекция у нас создана, которая экспонируется на различных выставках. Как признались творческие руководители студентов, работы вполне заслуживают не только стен выставочного зала института, но и больших международных выставок. Диана Авакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом у меня все. Чувствуйте весну, наслаждайтесь ею и дарите тепло. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин